Хорошо, спасибо. Давайте я тогда начну. Меня зовут Антон Колонин. Я являюсь основателем отечественного проекта с открытым кодом EIGENCE. И задачей и целью этого проекта является разработка персонального искусственного интеллекта для работы с онлайн-информацией. Также я являюсь преподавателем Новосибирского государственного университета и веду в магистратуре на английском языке курс, который имеет название «Социальная кибернетика», где мы рассматриваем различные аспекты разработки технологий коллективного интеллекта и искусственного интеллекта применительно к тем задачам и процессам, которые возникают в человеческих коллективах и сообществах. Также я веду группы русскоязычного сообщества разработчиков общего или сильного искусственного интеллекта AGI in Russian. Вот у нас есть группа в Facebook, есть группа в Telegram, есть еженедельные семинары, которые проходят по четвергам в 6 часов вечера Москвы. Вы один из семинаров как раз пройдете сегодня. Ну и кроме того, я являюсь архитектором по искусственному интеллекту и блокчейну в проекте Singularity.net. И сегодня я хочу рассказать свою перспективу, в каком состоянии на сегодняшний день находится разработка того, что называется искусственный интеллект с большой буквы, какой путь мы прошли, что нас, возможно, ждет в будущем. Значит, если посмотреть, так сказать, глобальную дорожную карту того, как развивается искусственный интеллект на протяжении последних 50-70 лет с послевоенных времен, то мы находимся где-то посередине долгого такого пути. И, значит, этот путь характеризуется тем, что мы постепенно движемся от программируемого, управляемого и слабого искусственного интеллекта к адаптивному, автономному и сильному. Давайте разберем прежде всего, что я подразумеваю под этими понятиями. Поскольку мы находимся в середине этого пути, давайте будем говорить о том, что есть сейчас. Вот у нас сейчас есть много прекрасных применений того, что называется машинное обучение, того, что называется где-то узкий искусственный интеллект или специализированный искусственный интеллект. И причем мы часто эти практические приложения даже уже не называем искусственным интеллектом. Это вот некоторая обыденность. То есть то, что нас, к примеру, Mac или смартфон узнает по отпечатку пальцев или по лицу, ну это вроде как просто элемент существующей технологии. И мы часто даже не задумываемся, что за этим стоит то, что 50 лет назад вообще было некоторым недостижимым рубежом развития того, что люди тогда называли искусственным интеллектом. Или когда мы едем в машине и навигатор, мало того, что нам прокладывает маршрут, мало того, что прокладывает этот маршрут с учетом пробок, и мало того, что еще и человеческим голосом нам говорит, где нам повернуть направо и налево. Это для нас не искусственный интеллект, это для нас навигатор в машине. Но опять-таки, если мы попытаемся представить себе, как к этому отнеслись исследователи или разработчики подобных компьютерных систем и интеллектуальных систем 50 лет назад, это тоже было бы некоторым недостижимым рубежом. И если бы у этих людей возникло понимание того, что это как-то работает, они бы были, в общем-то, счастливы и считали бы, что уже в каком-то смысле искусственный интеллект сделан. И поэтому сейчас, когда говорят об искусственном интеллекте, часто подразумевают две вещи. Во-первых, с одной стороны, во многих разоворах существующие технологии того, что можно назвать прикладной статистикой или машинного обучения, это называется искусственным интеллектом. То есть автоматизация любых интеллектуальных процессов. А с другой стороны, в других кругах под искусственным интеллектом подразумевается нечто такое, чего у нас еще нет, но чем обладает человек и чего мы все-таки хотим в конечном итоге достигнуть. Ну вот возьмем пример. К примеру, сейчас, если мы делаем систему автомобильной навигации, то мы программируем алгоритм прокладки маршрута. Мы программируем правила того, когда, в каких ситуациях, какой фрагмент записанной человеческой речи будет брошен на динамик и человек услышит, что ему нужно повернуть направо или повернуть налево. То есть мы сидят программисты и вручную это дело программируем. Точно так же, если мы возьмем большинство чат-ботов, с которыми мы общаемся, я имею в виду не те чат-боты, которые автоматически генерятся с помощью GPT-3, а тех чат-ботов, которые призваны решать прикладные задачи, и включая того чат-бота, который прошел знаменитый тюринг-тест, порядка пяти или семи лет назад, это все программируется, причем достаточно большими усилиями. Например, команда, которая создала бота под названием Евгений Гусман, который прошел тюринг-тест, они потратили не менее пятидесяти человек лет для того, чтобы оттестить и запрограммировать дерево диалогов, которая позволила создать тестировщикам иллюзию того, что они разговаривают на английском языке с 14-летним мальчиком, который еще и вдобавок плохо владеет английским языком и не всегда может понять то, что говорит человек, в силу того, что он якобы английский, у него это не является его родным языком. Соответственно, в идеале, если говорить о том, что называют сильным или общим искусственным интеллектом, мы не должны бы заниматься программированием, все, что мы должны сделать, мы должны создать некоторый идеальный черный ящик, некоторую идеальную систему, после чего поставить ее за дверь, и она дальше сама спустится по лестнице, сама разберется, как переходить дорогу, сама разберется, как получать деньги в банкомате, как эти деньги зарабатывать. Если это самоуправляющийся двигатель, автомобиль, он, если попадет вдруг в яму или застрянет в грязи, должен как-то разобраться, как ему включать пониженную, в какой момент надо сдавать назад, где нужно выйти на дорогу или каким-то образом попросить, чтобы его взяли на буксир, разобраться с тем, как менять себе колесо, то есть под адаптивной системой подразумевается, что система может вообще сама адаптироваться к новым условиям, в которые она попадает. То есть мы можем не запрограммировать в систему все возможные сценарии, с которыми она столкнется, но она в состоянии в силу того, что в частности называется reinforcement learning, если здесь есть люди, которые знакомы с нейросетями и соответствующими технологиями, она должна будет в состоянии настроиться и обрести возможность существовать в какой-то новой среде. Приведу простой пример адаптивности интеллекта. Недавно, в прошлом или позапрошлом году взяли мышей, обычно мышей берут из леса или из подпола и заставляют их бегать по лабиринтам. И мышь прекрасно быстро научается бегать по лабиринту, хотя в природе, в которой эти мыши эволюционно сформировались, никаких лабиринтов нет. Но они адаптируются к новой среде и в состоянии избегать пластинок с электрическим током на полу и находить сыр в нужных концах лабиринта. А недавно взяли и этих мышей посадили на электромобильчики, где у мышей там были то ли рычаги, то ли рулевые колонки. И мыши достаточно быстро смогли научиться этими электромобильчиками управлять, для того, чтобы получать те же самые подкрепления, которые бы они могли получить бегая на четырех лапах. То есть мыши обладают адаптивным интеллектом, они даже машину могут научиться водить в каком-то смысле. Вряд ли они смогут научиться водить машину с ручной коробкой и менять колесо, но баранку крутить они могут научиться. Второй пример того, по какому пути мы сейчас идем и куда нам предстоит пройти, это то, что искусственный интеллект, он на сегодняшний день, или система искусственного интеллекта, они на сегодняшний день являются управляемыми. И они не являются автономными. Вот как недавно на одном из наших семинаров сказал хорошо один из коллег, что если вдруг человечество постигнет какая-то катастрофа, в результате которой все биологические формы жизни перестанут существовать, но при этом продолжат работать электростанции и все робототехнические системы, эти робототехнические системы прослужат недолго. То есть в какой-то момент все равно все это развалится, потому что роботы не смогут, например, договориться с тем, что теперь делать. Вот нас раньше, меня посылали уголь из карьера добывать. Я обучен управлять электростанцией по заданной программе. Я обучен следить за качеством электросети, по которой электричество передается. Но все вот эти процессы, они управляются все равно человеком. Когда вы садитесь в машину, вы включаете навигатор, вы говорите туда, куда этой машине ехать. И если человека в этой машине не будет сидеть, то машина никогда не догадается, что у нее кончается бензин, и что нужно съездить на заправку, и там заправиться. Она в какой-то момент просто остановится и умрет без топлива. Вот, соответственно, ну то же самое, другой хороший пример дроны. То есть вот дроны – это вроде как крутая технология, но на сегодняшний день все дроны, они управляются людьми. Вот, и нет сейчас таких дронов, которым можно было бы сказать, что вот тебе нужно там найти в лесу человека, спуститься к этому человеку, значит, спуститься к этому человеку, сделать ему укол для того, чтобы он пришел в сознание, вот, после чего, значит, подняться вверх и кружиться в воздухе, значит, там выстреляя ракетами до тех пор, пока к тебе не увидишь, что подошла группа спасателей, и этого человека грузят на носилки. Вот, то есть, сам самостоятельность, подобные сложные поведенческие или функциональные программы выполняться не могут, вот, потому что все существующие робототехнические системы, они мало того, что предконфигурированы и даже предпостроены, да, то есть у них сама архитектура там, там, вплоть до количества нейронов, там, в каждом слое количество слоев этих нейронов, то, каким образом формируются признаки или фичи, которые подаются на вход этой нейросетевой системе, те варианты ответов, которые могут генериться, это все предопределено настройкой нейронной сети, вот, и, собственно, включают и выключают и запускают соответствующую программу, в указанном режиме тоже люди. Вот, ну и вот то, что мы видим с левой стороны, это у нас, значит, на жаргоне разработчиков называется, так называемым, слабым искусственным интеллектом, вот, или узким искусственным интеллектом, и в будущем нас ожидает, возможно, построение того, что называется сильным искусственным интеллектом или общим искусственным интеллектом. Ну, обычно сильный и общий искусственный интеллект – это, в общем, синонимы. Кто-то использует одно, кто-то использует другое. Слабому противопоставляется сильный, а узкому предоставляется общий. Но идея именно такая, что общий искусственный интеллект является адаптивным, потому что система общего искусственного интеллекта в состоянии адаптироваться в любой новой среде, и они автономны, потому что они в состоянии существовать без управления человеком. Ну и, соответственно, если говорить о технологическом стеке, то все то, что у нас было до сегодняшнего дня и есть сейчас, это в основном системы обработки бигдейта или больших данных. Это, значит, машинное обучение, это, по сути, экспериментальная статистика, потому что во многих случаях, если у нас есть достаточно много качественных данных, то классические добрые старые методы логистической регрессии работают ненамного хуже, чем глубокие нейросети. Ну и в какой-то момент развитие технологий предположительно приведет нас к общему искусственному интеллекту, который позволит вначале достичь того уровня общности, адаптивности, автономности интеллекта, которым обладает человек. А также есть точка зрения, что как только мы достигнем этого уровня, мы тут же перейдем к возможности создания систем суперчеловеческого интеллекта, потому что, грубо говоря, если мы создали алгоритм, который позволяет при определенном объеме памяти и определенном числе процессоров и определенном количестве сенсоров и акторов, которые позволяют воспринимать информацию из окружающей среды и направлять некоторое воздействие в область этой среды, как только мы сделаем программное обеспечение, алгоритмическую базу, которая в состоянии действовать на уровне человека, то добавлением дополнительной памяти, дополнительных процессоров и дополнительных сенсоров-факторов мгновенно дает нам возможность получить некоторое искусственное существо или искусственную систему, которое превысит возможности человека, потому что алгоритмически это будет то же самое, но памяти будет быстродействие и функциональных возможностей будет в несколько раз больше. Ну вот и прежде чем мы поговорим более детально о том, как этот самый искусственный интеллект можно делать, давайте пытаемся сформулировать определение. Значит, тема общего искусственного интеллекта, она возникла в головах разных людей примерно лет 20 назад. Вот эти люди долгое время работали вместе, сейчас они работают независимо, значит, у них у каждого своя школа, вот они здесь перечислены все. Ну и можно собрать вот такое некоторое общее определение того, что такое общий или универсальный или сильный искусственный интеллект следующим образом. С точки зрения Бена Герцеля принципиальным является способность достигать сложных целей в сложных средах. Ну что такое сложные цели, сложные среды? То есть, с одной стороны, нам нужно утром доехать до работы, да, это цель, вот, с другой стороны, нам нужно доехать как можно скорее, то есть, нам нужно не опоздать на работу, вот, а с третьей стороны, нам бы хорошо и пешехода по дороге не задавить, вот, и правила не нарушить, значит, что если мы на машине едем, чтобы нам штраф не платить, вот, ну и сами, так сказать, тоже там не должны никому подставиться, чтобы нас в больнике по скорой не увезли. Ну и, так сказать, не говоря уже о том, что, так сказать, еще и, значит, хорошо бы, значит, открывая дверь в офис, чтобы нам коронавирусом не заразиться. Вот, то есть, у нас есть множество целей, и не всегда мы их все успешно можем удовлетворять, да, то есть, иногда, иногда, так сказать, нам приходится чем-то жертвовать, да, иногда, если мы там, так сказать, видим, нам дорогу перегораживает стадо овец, вот, или там, так сказать, еще, так сказать, или толпа людей, ну, мы вынуждены просто стоять и ждать, опаздывая на работу, потому что сохранение жизни пешеходов, это более, так сказать, важная цель в иерархии наших целей, чем попадание там на какую-то работу. Вот, соответственно, здесь возникает вот проблема, так сказать, дополнительный фактор, который, так сказать, сформулировал, значит, на одной из недавних дискуссий тоже один из коллег, значит, что еще и система должна заниматься минимизацией или оптимизацией тех рисков, которые возникают в процессе достижения вот этих вот сложных целей в сложных средах или сложных окружениях. Вот, следующий момент, на который указывает Шейн Лэгг, это один из авторов, один из руководителей и идеологов, и основных лидеров дипмайнда, это то, что вот эти вот цели и эти среды, они могут быть разными, да, то есть, если мышь научилась, умеющаяся, так сказать, от рождения жить, существовать в лесу и находить там какие-то зерна и, значит, избегать хищников в лесу или в поле, если эту мышь взять за шкирку и посадить в подвал какого-нибудь дома, она сможет в новой среде адаптироваться, да, она сможет избегать, убегать, спрятаться от кошки и находить хлебные крошки. А если потом эту мышь снова поймать и посадить ее в лабораторию, там, в какой-то лабиринт, она снова сможет адаптироваться, вот, и находить, значит, те подкрепления, которые есть в этом лабиринте, и уже избегать не кошек и там орлов, значит, с лисицами, а ударов электрического тока. Вот, ну и, наконец, Эпи Ванг указывает на то, что мало того, что целей много, окружение среды разные, что они могут быть разными, у нас еще ресурсы ограничены, да, то есть мы можем, конечно, значит, идти на работу целый день и успешно к вечеру на нее прийти, но, в общем, будет уже поздно, да, или мы можем бежать на нее изо всех сил, но нас просто, так сказать, хватит сердечный приступ, если мы будем бежать слишком быстро и слишком долго. То есть мы, в целом, должны, то есть у нас ограничены ресурсы, у нас ограниченное количество сил, у нас ограниченное время жизни, у нас ограниченное количество времени, часов во дне, чтобы мы могли решать вот те задачи, которые перед нами стоят. То есть возникает задача оптимизации еще и собственного энергопотребления и ресурсопотребления. Вот, ну и, так сказать, сейчас она остро встает не только перед каждым индивидуумом, но и перед человечеством в целом. Соответственно, вот данная картинка иллюстрирует то, что вот у некоторого интеллектуального существа может быть несколько, значит, волшебных кристаллов, разного размера, которые оно может собрать. Значит, к этим кристаллам лежат различные пути, вот, и на путях к этим кристаллам могут быть либо большие трудности, опасности в виде больших, там, гроз или ударов электрического тока, либо маленькие. Вот, соответственно, вот, вероятность получить удары тока, значит, или молнии на каждом пути разная. Ну и вот это существо должно каким-то образом, используя полученный навык на протяжении собственной жизни или получив информацию от коллег по социуму об их опыте, должен каким-то образом вот оптимизировать свое существование в этой среде. Ну вот, то была виртуальная картинка, а вот, пожалуйста, реальная картинка, на что способен биологический интеллект. То есть ему нужно, так сказать, сохранить жизнь, ему нужно оставить потомство, так сказать, ему нужно, значит, получить некоторую пищу, набить желудок, вот, но при этом нужно избегать как мышеловки, которая может переломить хребет, так и ударов тока, которые, в общем, доставят некоторыми удовольствия. Вот, ну и вот биологическое существо в состоянии эту проблему решать. Другой пример тоже такого вот адаптивного интеллекта, который строим мы в своем проекте Яйдженс, которым я как раз занимаюсь, мы строим, создаем виртуальное такое искусственное существо для путешествия не по развилкам лабиринта, а для путешествия по веб-страницам. То есть мы пытаемся построить искусственного агента, который в состоянии находить нужную информацию, перемещаясь по ссылкам в сети интернет, точно так же, как мышь перемещается по развилкам в лабиринте. При этом, если полезным подкреплением для мыши является нахождение куска сыра, которым она набивает брюхо, то подкреплением для этого искусственного агента является нахождение важной и полезной информации, которую ему поручил искать пользователь или владелец этого агента. А негативными последствиями, исходами или негативными ситуациями, которых хочется избегать, это либо медленно открывающиеся сайты, либо сайты с битыми ссылками, либо сайты с фейковыми новостями. Соответственно, агент должен научаться избегать медленно открывающихся страниц, попыток перехода по битым ссылкам и пуще того выколупывания, обнаружения и доставки хозяину той информации, которая недостоверна или содержит какой-то трэш. Значит, какова на сегодняшний день ситуация в общих чертах? Какова особенность нынешнего момента? Во-первых, здесь есть некоторое разделение точек зрения. Одни считают, что несколько раз уже было в истории, что появляется какой-то прорыв. Сначала люди там сделали экспертные системы, научились делать на правилах, потом люди научились делать какие-то распознавания и предсказания с помощью генетических алгоритмов. Сейчас люди научились решать кучу важных и интересных задач на основе больших данных с применением глубоких нейронных сетей и современных нейросетевых моделей вроде трансформеров. Но в истории каждый раз случалось так, что вот что-то получилось, что-то научились делать, тут же хайп, тут же инвесторы набегают, тут же стартапы формируются, а потом возникает затык, потому что либо модели недостаточно умные, либо данных недостаточно много, чтобы натренировать, либо вычислительных ресурсов не хватает для того, чтобы с достаточной скоростью тестировать системы со всеми возможными параметрами. И обычно вот такой вот период взлета кончается некоторым периодом застоя, эти застои называются AI Winter или зима искусственного интеллекта, которая периодически сменяется новым рассветом, когда возникает какой-то прорыв, значит, либо в идеологии, либо в учлительной мощности, либо в объемах данных. Ну и надо сказать, что последний прорыв, связанный с глубокими сетями и глубоким обучением, он связан не столько именно с принципиальными алгоритмическими разработками, потому что как бы принципиально вот эти вот идеи, они восходят еще к перцентрону, возраст которого несколько десятков лет. Вот. Важно то, что появилось, во-первых, накопилось большое число данных, большое число данных накопилось насчет существенного удешевления памяти в соответствии с законом Мура, а также ростом производительности процессоров, как обычных, так и, значит, видео, тоже в соответствии с законом Мура. И появилась возможность на этих огромных данных не просто обрабатывать и тренировать нейронные сети с большой скоростью, а еще и делать это итеративно. То есть мы не просто можем тренировать нейронную сеть там за часы, за недели или за месяцы, что раньше бы занимало, соответственно, годы, десятилетия там и тысячелетия, и никогда бы не могло быть сделано. Мы еще и можем экспериментировать, то есть мы можем играть с разными параметрами, значит, нейросетевой системы, да, так сказать, разными количествами слоев, разными ядерными функциями, разными топологиями нейронной сети, с тем, чтобы оптимизировать, подобрать те параметры, которые будут оптимально решать поставленную задачу для того набора данных и для того набора фич, фичи или, так сказать, свойств, с которыми, ну, на которых мы эту задачу решаем. Вот, ну и сейчас, значит, есть две гипотезы, есть понимание, часть людей считает, что вот этот вот взлет, он уже теперь не остановится, и системы будут делаться все умнее и умнее, и в какой-то момент очень быстро нас ждет технологическая сингулярность, когда, значит, искусственный интеллект достигнет человеческого уровня, а потом сразу суперчеловеческого уровня, тут начнется непонятно что, там все начнут терять работу, значит, и роботы начнут выгонять людей на улицу, то, значит, это тема отдельного разговора, да, по поводу этики и философии будущего искусственного интеллекта, мы здесь говорим про технологии, в общем, тема отдельная, вот, ну, а другие считают, что вот те проблемы, значит, в которые уперлись глубокие сети сейчас, и вообще, так сказать, весь нейросетевой технологический стек сейчас, они так просто не решаются, и нас ждет, и в ближайшее время не решаться, и нас ждет очередная зима искусственного интеллекта, ну, подробности обсудим на следующих слайдах. Вот следующая гипотеза, значит, которая высказывается по этому поводу, что для того, чтобы делать искусственный интеллект, нужно мало того, что иметь очень большие данные, на которых этот искусственный интеллект тренировать, так и для этого нужны обязательно, значит, большие коллективы, разработчиков, которые, так сказать, сфокусированы над решением этих задач, ну, и, соответственно, есть гипотеза, что это только большие компании или страны с хорошо развитыми экономиками, которые могут на государственном уровне подтянуть соответствующие ресурсы как по данным, так и по людям, только вот такие вот компании и государства смогут эти задачи решать. Ну, что-то за этим есть, потому что, значит, вот лидируют сейчас в этой области, как мы знаем, США и Китай, вот, и наряду, так сказать, с лидированием стран, лидируют крупные компании вроде Apple, Google, значит, вот сейчас вот у нас Сбербанк тоже пытается, так сказать, все консолидировать в этой области. Вот, ну, и с точки зрения того, когда случится, то есть если зимы не будет, что называется, да, то когда случится вот этот вот прорыв и достижение с человеческого, а потом и сверхчеловеческого уровня, значит, распределение экспертных оценок, оно, значит, очень интересное. Вот, часть экспортов считает, что нам осталось ждать там несколько лет всего, вот, причем характерно, что характерно, те люди, которые считают, что нам осталось ждать несколько лет, они 20 лет назад считали, что ждать осталось несколько лет. Вот, часть людей считает, что это вообще никогда не произойдет, что это невозможно, потому что мы то, как человеческий мозг работает до конца, не понимаем, даже на уровне физики и химии, масса вопросов есть. Но средняя, как утверждается у людей, которые изучали этот вопрос, средняя где-то 80 лет. Не очень оптимистично, но то, что есть. Ну и может быть это, кстати, хорошо, потому что тоже отдельный вопрос, что если у нас сейчас возникнет возможность создания быстрого и сильного искусственного интеллекта, и им начнут начинять ракеты и дроны, и эти технологии изготовления и начинения сильным искусственным интеллектом дронов, она может попасть в руки к террористам. И террористы смогут объяснять дрону, что нужно залететь в форточки, что-то брать или сбрасывать какие-то взрывчатые вещества. Это может показаться смешным, но два года назад рассказывали, что на некоторых мероприятиях стартаперских в Саудовской Аравии китайские компании именно питчат подобные технологии. Ориентируясь на соответствующие криминальные рынки государств Ближнего Востока. Итак, что представляется важным для построения искусственного интеллекта? Ну вот, важно определение, да, то есть какую задачу мы решаем. Значит, важно убедиться, что мы действительно можем создать обстановку или, как бы называется, так сказать, тестовое окружение, где мы могли бы работать с разными средами. Вот, ну вот, например, в этом направлении движется проект OpenAI, значит, американский, где одним из элементов этого проекта является создание некоторой виртуальной экосистемы. Это называется OpenGen, где множество всяких игр и задачек в виртуальном пространстве можно брать и пытаться вот свою систему искусственного интеллекта применять к этим решению этой задачи в виртуальной среде. Таким образом убеждаясь, что вот какая бы, с какой задачкой ваша система не столкнулась, она их в состоянии решать. Вот, дальше, значит, важным является способность именно к управлению рисками, то есть оптимизации достижения сложных целей и сред и минимизации потребления ресурсов. Вот, ну и, значит, определение того, что же все-таки является решением задачи искусственного интеллекта, требует какого-то нового формулирования критерия, значит, критерия достижения искусственного интеллекта. Дело в том, что на протяжении практически почти больше, чем 50 лет классическим критерием определения искусственного интеллекта являлся тест Юринга. Значит, тест Юринга, наверное, здесь все знают, это когда мы, так сказать, создаем некоторую, так сказать, организационную среду, где человек, несколько, много людей имеют возможность тестировать на разговорный интеллект в чате, значит, как других людей, так и роботов, не зная того, кто сидит за перегородкой, вот, или за экраном, вот, и если не в состоянии, сказать, отличить робота от человека, то, значит, робот, считается, прошел тест Юринга. Вот этот тест Юринга был пройден командой, значит, чат-бота Евгения Гусман, вот, в течение 10 лет эти люди пытались этот тюринг-тест пройти, и в конечном итоге, значит, до файн-тюнили, вот, вручную собранное дерево диалогов, по сути, дерево решений, которое оказалось настолько сложным и насколько разветвленным, что вот оно создало иллюзию такого человека, такого вот, так сказать, виртуально существующего мальчика. Значит, соответственно, если мы можем создать иллюзию искусственного интеллекта с помощью дерева диалогов, мы понимаем, что, так сказать, это не общий искусственный интеллект, не сильный искусственный интеллект, потому что если это дерево диалогов отправить там в магазин, вот, или отправить менять колесо автомобиля, или там хотя бы посуду на кухне помыть, или там автомобильчиком даже поуправлять, значит, как мыши делают, естественно, оно ничего не сможет. Оно сможет делать только то, что в него запрограммировали люди на протяжении нескольких десятков человек лет. Вот, поэтому вот есть одна из концепций, является вот такого нового теста для разговорного интеллекта, является понятие baby-turing-тест. Что такое baby-turing-тест? Это когда мы берем и, значит, погружаем систему, поставим вот эту вот виртуальную интеллектуальную систему в некоторую среду испытания и начинаем с этой системой общаться и на начальной стадии общения мы понимаем, что она вообще ни о чем, ни как, что она ничего не понимает, ничего не знает, но мы в процессе общения ее обучаем. То есть мы ей там показываем картинки, что вот это вот кошка, вот это собака, вот кошки ловят мышей, там собаки гоняются за кошками, вот. И в процессе общения мы видим, как она умнеет. Она вначале в состоянии называть те предметы, которые мы им показываем, потом она в состоянии делать какие-то логические умозаключения, исходя из той информации, которую мы дали. Потом она в состоянии сама задавать нам уточняющие вопросы, потом она в состоянии пойти в школу, потом она в состоянии пойти в вуз, потом она в состоянии получить диплом о высшем образовании и решать задачи в рамках любой из человеческих профессий. То есть если мы можем создать такую вот виртуальную среду, где мы можем протестировать именно способность системы учиться, способность системы проходить некоторую кривую обучения от, условно говоря, нуля до некоторого достаточно высокого уровня, значит эта система в состоянии не только выполнять то, что в нее запрограммировали, осуществлять фиксированный набор когнитивных функций, но она в состоянии основывать новые когнитивные функции и обучаться им в процессе взаимодействия с окружающей средой. Значит, какие на сегодняшний день задачи являются важными с точки зрения построения систем общего и сильного искусственного интеллекта? Значит, ну вот первое, значит, здесь я вот как бы собрал все в кучу, то есть здесь есть задачи как бы и с точки зрения того, что мы хотим от системы как пользователя, так и с точки зрения того, как она должна быть устроена. Ну вот первое здесь стоит, это так называемая нейросимвольная интеграция, что за этим стоит? Обычно вообще традиционно искусственный интеллект, у искусственного интеллекта было вот два таких, что ли, называется потока, что ли, да, или две парадигмы, которые обычно, значит, развивались разными людьми. Одна парадигма – это когнитивистская парадигма или символьная парадигма, когда мы говорим о том, что у нас есть сущности, у нас есть понятия, у нас есть правила. И вот мы, скатерируя сущностями, понятиями и правилами и закодируя их в систему, мы можем решать какие-то задачи. Вот, то есть мы как бы моделируем не мозг, а мы моделируем мыслительный процесс. Если то, 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 вот, и если то, 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 логика не обязательно должна быть булевской, да, и ноль или единица, логика может быть нечеткой, то есть если то, то с какой-то вероятностью, то это, но тем не менее, то и это являются некоторыми концепциями, да, как если там я стукну себя по лбу, то мне будет больно. Стукнуть себя по лбу и осуществить боль, это некоторые сущности. Вот, ну и, собственно, вот все так называемые системы, основанные на правилах, значит, экспертные системы отсюда, отсюда же так называемые графы знаний или семантические, семантические сети, вот, ну и в частности, значит, система Google, которая в 2013 приобрела компанию Freebase, создававшую вот как раз вот такую систему символьного интеллекта или граф, так называемый граф знаний или knowledge graph, вот с 2013 года вот как раз такая система, а не просто текстовый индекс лежит в основе поискового движка Google, которым мы с вами пользуемся каждый день. Вот, второе направление тоже, так сказать, берет свое начало, значит, из середины прошлого века, это конъекционистский опроч, или сабсимвольный, или ассоциативный опроч, когда мы пытаемся создавать, значит, искусственные нейроны, пытаемся из искусственных нейронов создавать искусственные нейронные сети, и отсюда, собственно, все глубокие нейронные сети и неглубокие нейронные сети, они, так сказать, отсюда пришли. Вот, это вот второе направление, ну и сейчас, на сегодняшний день, так сказать, во многих проектах и в головах многих исследователей есть понимание, что, значит, одно без другого живет плохо, вот, что это надо как-то интегрировать, практически все крупные компании это как-то интегрируют, вот, как это можно интегрировать, мы поговорим на следующих слайдах, значит, перейдем к следующей задаче. То есть, следующая задача, это про то, что искусственный интеллект должен быть explainable и interpretable, то есть он должен быть объяснимый или интерпретируемый. Значит, кто будет на моем мастер-классе по интерпретируемой обработке данного естественного языка, я буду говорить более подробно, вот, ну, здесь скажу в двух словах. Вот представьте себе, что, значит, у вас есть, так сказать, там нейронная сеть, натренированная, допустим, на сбивание вражеских самолетов, вот, и в какой-то момент она у вас начинает сбивать пассажирские самолеты. Вот, что вам в этой ситуации делать, да, то есть, ну, так сказать, вы ее, так сказать, у вас есть сеть, да, на вход, в которой вы, так сказать, подали большое количество данных, вот, и на тестовой выборке, которая у вас была, там были, значит, определенные типы самолетов, там, боевых, гражданских, и на вашей тестовой выборке она, значит, всегда сбивала только, значит, ну, так сказать, сбивала только в виртуальном эксперименте, Сбивала только военные вражеские, а пассажирские не трогала. А тут почему-то на новой тестовой выборке, она начала сбивать пассажирские самолеты. Что делать? Тренировать ее до тех пор, пока она не перестанет сбивать пассажирские самолеты? Наверное, неправильно. Если бы у вас пилот, оператор радиолокационного комплекса такими делами занимался, вы бы, наверное, пилота притащили на допрос и расспросили его на основании чего он принял решение того, что нужно этот самолет сбивать. И, наверное, вы, поняв, в чем была его ошибка, донесли бы до всех остальных операторов или пилотов то, почему и в каких обстоятельствах, чего не надо делать, чтобы не повторять эти ошибки. То же самое с медициной. Представьте себе, что у вас система начинает говорить, что нужно резать, когда резать не надо. Или говорит, что сейчас актуально, что во многих случаях сейчас с ковидом выясняется, что антибиотики давать не надо. То есть, грубо говоря, если температура, если там пневмония бактериальная не началась, а только вирусная пневмония, то антибиотики не надо. А если на вирусную села бактериальная, то уже температура третий день за 38, то уже можно брать антибиотики и уже позабористее. Соответственно, если нам система будет подобного рода решение давать неправильное, то задним числом пополнять выборку и тренировать систему, наверное, не очень хорошо. И, наверное, если у нас возникают ложные, положительные или отрицательные предсказания, если мы видим, что система у нас дает ошибки, мы должны возможность понять те правила, на основании которых эти ошибки совершаются. Но есть еще и другой случай. У нас есть случай, когда ошибка вообще должна быть исключена. Например, управление атомной электростанцией. То есть мы, в принципе, не можем допустить того, что система неправильно начнет атомную электростанцию гасить, так что она рванет в конечном итоге. Поэтому мы должны во многих случаях заранее понимать те правила, которые система в результате обучения выучила, и иметь возможность, поняв, что те правила, которые система выучила, неправильные, значит, эти правила поправить. С третьей стороны, наконец, у нас есть случаи, когда у нас просто нет тренировочной выборки на данный момент. То есть мы хотим создать робота, который там должен заниматься, к примеру, уходом за больными людьми. И мы не хотим тратить время на обучение этого робота, чтобы он, значит, там ходил, как собачка за медсестрой в больнице и смотрел, что она делает. Мы можем какие-то начальные знания в него заложить. Если у нас есть возможность формирования этих знаний в какой-то структурированной форме в виде тех же самых правил, мы можем заложить в робота эти начальные знания о том, как обходиться с больными в больнице. А потом, так сказать, детали уже того, значит, самое, как аккуратнее, значит, больному какое лекарство подавать и как у него подушку подправлять под головой удобнее. Уже детали робот может уже выучить сам в процессе взаимодействия. Следующая проблема – трансфер-леунинг. Значит, трансфер-леунинг – это история про то, что мы должны иметь возможность, обучив одну систему какому-то знанию, передать это знание в какую-то другую систему. К примеру, мы получили какую-то нейронную сеть распознавать преступников, она их как-то распознает, какой-то процент ошибок дает. Но потом мы купили новую нейронную сеть, купили новую архитектуру, где там больше нейронов, другие ядерные функции, больше слоев. Вот, вроде она должна все лучше делать, исходя из опыта коллег и из того, что говорят ученые, но ее надо заново тренировать. А если бы мы могли, значит, некоторые знания, которые уже выучены предыдущей системой, извлечь из этой системы и загрузить в новую виде уже структурированную информацию, с тем, чтобы новая система, отталкиваясь от этой информации, от всех, грубо говоря, преступников, которые в распределенном представлении представлены этой сетью, всех этих преступников загрузить в себя, а дальше уже учиться распознавать новых преступников, то это бы существенно сэкономило бы процесс обучения. Значит, следующая проблема, про которую часто говорится, это проблема one-shot и few-shot learning, это когда, значит, у нас вроде как человеку достаточно показать там одну или две кошки или одну или две собаки, чтобы он в состоянии был распознавать кошек и собак, а нейронной сети нужно показать там тысячи разных кошек и тысячи разных собак, что она их смогла отличать. И с этим же связана проблема сильной генерализации, да, то есть система должна иметь возможность выявлять действительно значимые признаки, присущие тому, что характеризует тот или иной объект, да, то есть, например, если мы учим систему отличать там китов от слонов, да, то система должна сразу, так сказать, четко выявлять, что признаком кита является не только серый цвет, но и продолговатое тело, и отсутствие больших ушей, и только один широкий плавник на конце. А для слона, и при этом, так сказать, и должно быть игнорироваться цвет фона, потому что кит может лежать там на берегу, выброшенный на берег, это будет кит, он на сером песке, и он может плавать в воде, в голубой или зеленой воде, это тоже будет кит. Точно так же, значит, а слон, в свою очередь, это тоже не только то, что серое, это не то, что появляется на желто-сером фоне, вроде песка, потому что слон тоже может оказаться в воде, да, он тоже может там зайти в воду и искупаться, вот, но ключевыми особенностями слона являются наличие больших ушей и маленького хвостика, да, то есть система должна иметь возможность выявлять значимые признаки, и эти признаки должны быть достаточно общими, чтобы однозначно идентифицировать классы тех объектов или тех, которые мы распознаем, или тех решений, которые мы собираемся применять. Значит, и с этим непосредственно связана способность к структурированному предсказанию и обучению, то есть мы должны иметь возможность обучаться не просто вот некоторым случайным признакам, которые выявляются на том тренировочном наборе, который мы предъявляем системе, мы должны иметь возможность выявлять именно структуру, да, что вот там у животных есть, у животных есть конечности, да, вот, и эти конечности, они все одинаковые, они называются лапы, да, но есть определенный вид животных, прямоходящий, у которых конечности есть двух разных типов, есть нижние конечности, есть верхние конечности, вот, и, соответственно, отличать людей у всех остальных животных по принципу правоохождения можно на основе вот анализа той структуры конечностей, которыми мы обладаем, и, соответственно, должна быть возможность именно выучивать такие высокоуровневые структурированные признаки. Другая проблема, которая также известна и имеет две стороны, это проблема катастрофического забывания, значит, пример можно привести следующий, допустим, вы, значит, натренировали систему на то, чтобы отличать мужчин от женщин, да, для какой-то задачи или отличать взрослых там от детей, вот, допустим, для того, чтобы выдавать им или не выдавать алкогольные напитки в магазине, вот, ну, вы натренировали эту систему, ну, к примеру, там, на петлицах европеодного вида. После того, как вы эту систему, допустим, после того, как, значит, у вас пошел поток покупателей, допустим, из южных стран или, так сказать, из африканских стран, вы обнаруживаете, что ваша система, так сказать, не в состоянии решить задачу. И вы ее начинаете дотренировывать. Вы покупаете датасет, так сказать, с большим количеством лиц, значит, разных возрастов и полов соответствующей национальности, долго эту сеть дотренировываете, после чего с удивлением обнаруживаете, что, так сказать, черных, значит, людей или людей, так сказать, желтой расы, она теперь распознают хорошо, но она разучилась распознавать европеоидные лица, вот, и отличать, так сказать, соответствующие признаки европеоидных лиц, это называется катастрофик фагетинг. Иногда это плохо. Иногда это плохо. Вот, но с другой стороны, в каких-то случаях это хорошо. Например, если, к примеру, вы заведомо знаете, что система может быть, должна быть использована, ну, к примеру, так сказать, только в заданном географическом регионе, вот, то при ограниченной памяти и ограниченных ресурсах более точным и более быстрым распознаванием будет характеризоваться система, которая не будет пытаться там распознавать признаки, которые, ну, не присущи тем реальным образцам, с которыми она имеет дело, вот, в промышленном варианте. Вот, и, соответственно, в каких-то случаях помнить все, в том числе и то, что не нужно, может являться полезным. И должна быть какая-то возможность управления этим процессом. Вот. Связанная с этим проблемам, это проблема incremental learning and lifelong learning, то есть проблема, возможность инкрементального обучения на протяжении всего жизненного цикла системы, то есть сколько бы система не функционировала в продакшене, она должна иметь возможность получать новые знания, не теряя предыдущие, да, то есть вначале научились распознавать европеоидов, потом монголоидов, потом как-то негроидов, вот, ну и при этом качество не должно падать. Значит, мультимодальное обучение и мультимодальное, значит, предповедение, соответственно, активное. Ну вот пример автоматического управления транспортными средствами. Вы, когда ведете машину, вы ориентируетесь не только на то, что увидите, вы еще и ориентируетесь на то, значит, как ведет себя мотор, вы ориентируетесь на то, как педали, значит, давят вам на ноги, значит, как руль ведет себя в ваших руках, то, что вам подсказывает штурман, сидящий, значит, справа или слева от вас, что, значит, скорее тормози, вот, или, значит, вот здесь поверни направо, вот. Кроме того, если у вас стоит навигатор, вы еще смотрите на навигатор, вот. Ну и, наконец, в каких-то случаях, значит, если вам бибикают, вы слышите это бибиканье и пытаетесь понять, что это бибиканье значит, значит, может, то ли вам надо притормозить, то ли вам, наоборот, надо, значит, поддать газу, то ли, значит, вам нужно дорогу уступить. Значит, следует, ну и, соответственно, должна быть возможность именно интеграции различных каналов, значит, восприятия. Значит, про что я уже говорил, это новая парадигма теста Тьюринга, вот. Ну и последняя проблема, которая является в известной степени философской, это проблема сознания, да, то есть вот что вообще такое сознание, а может ли быть у искусственного интеллекта сознание, а должно ли быть у него сознание, вот. Но это проблема, которая заслуживает отдельного разговора. У нас не один семинар на эту тему прошел, сообщество, я, так сказать, если время останется, я буквально-то на последнем слайде чуть-чуть про это поговорю сегодня. Собственно, какова основная перспектива и, так сказать, поле для маневра и, так сказать, возможное, так сказать, направление развития вот в существующем мире развития систем универсального и сложного искусственного интеллекта. Значит, во многом это определяется, во-первых, понятием когнитивных архитектур, то есть что такое когнитивная архитектура? А когнитивная архитектура – это программная архитектура искусственного интеллекта. То есть если здесь есть программисты, которые занимались разработкой программных средств или занимаются, у них есть такое понимание программной архитектуры, да, какие у нас есть модули, какие у нас есть классы, какие там есть, значит, контроли, какие есть механизмы контроля, какие есть data flow, потоки данных между этими модулями, какие есть интерфейсы. Это вот если мы про программный продукт говорим. А если мы говорим про продукт, который выполняет какие-то когнитивные функции, то это когнитивная архитектура. Тут как бы вот все просто. И как раз вот в одной из фундаментальных книг по этому поводу Society of Mind Марвина Мински как раз описывается, вот некоторые, он рассуждает как раз о основных принципах построения вот этой вот когнитивной архитектуры в терминах того, что мозг, он состоит из некоторых виртуальных агентов. Вот он проводит на протяжении всей книги, у него проходит такой пример, что если, к примеру, мы хотим создать искусственный интеллект уровня двух-трехлетнего ребенка, который сидит на коврике на полу и строит башню из кубиков, то мы можем себе представить некоторого агента высокого уровня, который занимается строительством башни. Вот, но у этого агента более высокого уровня есть агенты более низкого уровня, значит, где один занимается, значит, добыванием кубиков, а второй занимается установкой этих кубиков в башню. Вот тот агент, который занимается добыванием кубиков, он тоже разбивается на несколько агентов. Один агент – это выбор нужного кубика, другой агент – это хватание нужного кубика, третий агент – это подтаскивание нужного кубика и так далее. И мы таким образом можем построить систему для решения любых задач в виде иерархии таких агентов. А дальше, если мы хотим, чтобы система могла в процессе своего жизненного цикла осваивать новые навыки, это говорит ровно о том, что такая когнитивная архитектура должна быть динамической. То есть некоторый универсальный искусственный интеллект в состоянии должен не только поддерживать вот такую вот иерархию агентов, которые декомпозируют сложные задачи на более простые и решают их комплексы, но общий искусственный интеллект должен быть в состоянии динамически генерировать такие сообщества агентов, подбирая их и организуя их определенным образом для решения все новых и новых задач. Ну и если мы посмотрим на эту идеологию мультиагентной иерархической архитектуры когнитивных систем с точки зрения того, что я сказал про нейросимвольную интеграцию, то можно представить себе такую схему вертикальной нейросимвольной интеграции. То есть под вертикальной нейросимвольной интеграцией подразумевает то, что на самом нижнем уровне у нас находятся элементарные агенты, которые ответственны за восприятие или действие самого низкого, самого элементарного уровня. То есть здесь у нас есть нейроны, которые подсоединяются к сенсорам на нашей коже, да и каждый отдельный агент в иерархии отвечает за восприятие тепла или давления каждой отдельной клеткой кожи или каждым отдельным кусочком кожи, где имеются сенсорные клетки. Соответственно, за каждую точку растро в нашем зрительном изображении отвечает компания из трех агентов. Значит, один агент чувствует зеленое, другой чувствует красное, третий чувствует синее, да, то есть три агента RGB отвечают за цвет точки в каждой конкретной точке растро. Ну а, соответственно, поле, все зрительное поле закрывается компанией из таких вот троек агентов. Дальше агенты более высокого уровня выделяют горизонтальные линии, другие вертикальные линии, третья группа агентов выделяют кружочки и дальше все это собираются. Агентов, которые выделяют шерсть, агентов, которые выделяют гладкую кожу, агентов, которые выделяют уши, агентов, которые выделяют хвосты, агентов, которые на основе ушей хвостов выделяют кошек и собак. Дальше агентов, которые на основе кошек и собак в поле нашего зрения выявляют взаимодействие этих кошек и собак. Значит, что, например, кошка бросается на собаку или бросается на кошку. А дальше агенты еще более высокого уровня ответственны за то, что здесь называется narrative stories. Это на самом верхнем углу narrative stories. Это уже некоторый сюжет, что вот кошка сидела на столе, собака на кошку гавкнула, собаку царапнула, собака от кошки убежала. Это вот narrative stories. И в этой narrative stories мы уже оперируем с концепциями. Мы уже оперируем с конкретными кошками, конкретными собаками и конкретными взаимодействиями, которые между ними случаются. В то время как на самом нижнем уровне мы имеем дело с конкретными сенсорами и конкретными светящимися точками, световыми потоками, которые падают на нашу сетчатку и воспринимаются соответствующими сенсорами зрительного поля коры головного мозга. Это вот один подход. И в этом случае, если мы строим такую когнитивную архитектуру из разных слоев, то где-то внизу у нас могут быть нейронные сети, подсоединенные там либо к аудиопотоку, либо к каким-то тактильным сенсорам, либо к тепловым сенсорам, либо к видеопотоку. А на самом верхнем уровне у нас может быть символьная система или то, что называется граф знаний или семантическая сеть, которая оперирует с понятиями в терминах так называемой антологии, которая описывает данную предметную область. Там кошки, животные, пешеходы, столбы, грузовые машины, легковые машины, встречные грузовые машины и легковые машины во встречном потоке, в том же самом потоке. В этом поле вертикальной нейросимвольной интеграции можно посмотреть применение другой идеологии, другого подхода, другого способа посмотреть на эту проблему. Это гипотеза о различных вообще способах человеческого мышления, а точнее двух основных способах человеческого мышления, которые выделяет Дэниел Кеннеман. Дэниел Кеннеман, ну и не только он, и многие другие исследователи, и я здесь тоже согласен с этим, они выделяют два режима человеческого мышления. Часто в обыденном сознании мы это называем осознанное поведение и неосознанное поведение. Действие на уровне подсознания или действие на уровне сознания. Но сознание и подсознание это вот такие термины философские. Дэниел Кеннеман говорит о быстром мышлении и о медленном мышлении. И он говорит о медленном обучении и о быстром обучении. Значит давайте попробуем, ну и еще вот это вот быстрое и медленное мышление и обучение с одной стороны, они еще связаны с возможностями объяснимости, с возможностью интерпретируемости тех решений, которые система принимает или тех восприятий, которые система делает. Значит, если мы возьмем систему, основанную на так называемых нейронных сетях, да, вот допустим в нижнем уровне данной архитектуры, то мы имеем, что такие системы нужно очень долго обучать. То есть для того, чтобы обучить нейронную сеть, нужно очень много данных предъявить. А для того, чтобы научиться водить машину на подсознательном уровне, для того, чтобы мы могли водить машину, значит, разговаривая при этом по телефону или с друзьями в машине, мы должны наездить достаточно большое число часов. То есть когда вы садитесь в машину первый раз с инструктором, вам и в голову не придет в одной руке держать мобильный телефон и по нему разговаривать, а при этом еще поддерживать, обмениваться анекдотами с инструкторами. То есть вы судорожно пытаетесь вспомнить, что сначала нужно посмотреть в зеркало, потом нужно включить поворотник, потом нужно выжать сцепление, потом нужно начать давить газ и отжимать сцепление, при этом нужно коробку передач шерудить. Когда вы действуете на таком управляемом режиме, сначала зеркало, потом поворотник, потом одна педаль, потом другая педаль, потом ручка, потом отжимаю и выжимаю педали, потом начинаю крутить колесо, вот это происходит у вас осознанно. И вы будете делать это всегда медленно, но когда вы получите большую водительскую практику, вы вот это все будете делать неосознанно, вы это все будете делать быстро, вы это все будете делать на автомате, и сможете делать это, что называется, в своем подсознании, в режиме быстрого мышления. То есть вот с правой стороны, внизу у нас находится вот здесь вот hard explanation, learning slow, то есть мы медленно учимся, но когда мы научились, мы делаем это быстро. Но часто нам это бывает трудно объяснить. То есть часто бывает так, что если мы освоили какой-то навык, ну вот приведу простой пример, когда я тоже разговариваю с девушкой, которая и рассказываю ей, что я вот недавно ехал в машине и увидел соседнее окно, что какая-то дама, значит, одной рукой, значит, пьет кофе, а второй рукой красит брови, и при этом еще у нее, причем зажат мобильный телефон, она, при этом у него, по нему разговаривают, вот, а на руле рук вообще нету. Вот. И вот рассказал ей такую историю, типа говорю, как прикольно, значит, что у нас, похоже, уже появились, значит, само self-driving vehicles на улицах. Но это было 20 лет назад, кстати, история, тогда еще про self-driving vehicles еще вообще не говорили. Вот, значит, она задумалась, а потом говорит, а что еще тут такого? Я сама всегда так делаю, а когда на работу езжу, значит, я вот одновременно три дела делаю, значит, про руль вообще-то, даже мыслей никаких нету. Я говорю, слушай, а извини меня, а руль-то кто держит? Она долго думала, долго думала, а потом, значит, спустя какое-то время она смотрела, а, блин, руль-то я коленями кручу. Вот. То есть у нее, но у нее это все было на автомате, ей пришлось потратить какое-то время, чтобы вспомнить, что машина, она управляет коленями, потому что руки заняты. Вот. Это вот то, что у нас происходит на уровне подсознания. Значит, а когда мы работаем на уровне сознания, то с одной стороны нам один раз нужно сказать, что у кошки там есть хвост, да, а у кита есть плавник, чтобы мы запомнили это на всю свою жизнь, да. Или нам нужно сказать, что прежде чем, значит, включить зажигание, нужно нажать на тормоз, потому что если вы на тормоз не нажмете, то, значит, зажигание не включится. Ну, так сказать. Или там, если вы, значит, прежде чем включите, когда вы включаете руль, не нужно перед этим пытаться, когда включаете зажигание, не нужно крутить руль. Потому что иначе у вас, значит, произойдет блокировка роля. Нам это достаточно сказать один раз, чтобы мы это запомнили на всю оставшуюся жизнь и потом, значит, уже, если мы оказываемся в такой ситуации, мы, сказать, сразу же понимаем, что к чему. Но с другой стороны, если мы учимся какому-то навыку на уровне таких вот явных инструкций, явных команд, явных концепций, понятий и отношений между ними, действие происходит медленно. То есть вот здесь вот что как раз у нас находится наверху. То есть это простое объяснение, быстрое обучение. То есть мы можем объяснить, что мы делаем, мы можем обучиться этому на основе этого объяснения или на основе каких-то прецедентов. Но мы это делаем медленно, потому что это у нас происходит, грубо говоря, через кору головного мозга. А когда мы, значит, уже корой головного мозга натренировали мозжечок, это все у нас происходит на нижнем уровне, на уровне мозжечка и, возможно, даже спинного мозга. Значит, другой пример нейросимольной интеграции – это, так сказать, горизонтальная нейросимольная интеграция. То есть если здесь у нас есть некоторая иерархия, то есть на нижнем уровне у нас нейроны, а наверху это все как-то постепенно перетекает в более абстрактные понятия, то в случае горизонтальной нейросимольной интеграции мы можем рассматривать параллельно работу с какими-то знаниями или какими-то моделями, представленными в виде многослойной или глубокой нейронной сети, а с другой стороны мы можем представить себе те же знания в виде некоторого семантического графа, который описывается некоторыми логическими правилами, но при этом эти правила не обязательно должны подчиняться булевской логике, то есть энд и ор и стрелочки здесь не обязательно должны соответствовать там абсолютной истине, абсолютной лжи. Значит, вот эти вот стрелочки, они могут соответствовать некоторым вероятностям и описываться не булевской логикой, а вероятностной логикой. Но тем не менее разница между этими двумя представлениями заключается в том, что в правой стороны, когда мы имеем дело с нейронной сетью, у нас граф, представляющий связи между искусственными нейронами и искусственной нейронной сети является неразмеченным, то есть что обозначает каждый нейрон мы не знаем и что обозначают связи между ними мы не понимаем. Значит, вся эта модель, она находится внутри одного большого черного ящика, который говорит нам, что вот это вот лошадь, а это собака, а почему? А вот так вот получилось. А с левой стороны у нас информация хранится в виде четких логических правил. Вот, и, как я уже сказал, это важно не только, так сказать, содержательно, да, чтобы мы имели возможность понять, почему у нас там не те самолеты сбиваются или почему нам говорят, что нужно резать, когда, значит, резать вовсе даже не нужно. Вот сейчас законодательство, как минимум в Евросоюзе, уже двигается в сторону, значит, так называемого понятия алгоритмы транспаренции, которое говорит о том, что в определенных ситуациях вообще запрещено законом должно быть принятие и исполнение решений, принятых некоторой, так сказать, системой, если эти решения не могут быть объяснены, да, то есть алгоритм, он должен быть прозначен. Если система говорит, что нужно человеку там, значит, разрезать, так сказать, отрезать ногу, да, или вырезать аппендицит, система должна обосновать, почему это нужно сделать, для того, чтобы с одной стороны это человеку было понятно, да, чтобы, с другой стороны, чтобы это врачу, чтобы это врач мог подтвердить, а с третьей стороны, что если в конечном итоге выяснится, что человеку не ту ногу отрезали или зря разрезали, аппендициты у него нет, и человек обратится в суд, чтобы в суде, вообще говоря, судья мог, значит, принимать решение о том, значит, кто виноват и сколько, значит, виновный должен заплатить потерпевшему, вот, а если потерпевший притащит, значит, в суд, значит, системный блок и скажет, а что тут у меня, значит, нейронная сеть натренированная на большом числе образцов, и она вот так решила, ну, это, в общем, для судьи, я думаю, это будет не основанием для того, чтобы принимать решение в пользу оператора этой сети, как минимум, вот, значит, какие здесь возможны операции, вот, с этими двумя представлениями, значит, во-первых, мы можем вот посмотреть на те связи в нейронной сети, которые в ней есть, с точки зрения интерпретации их, например, с точки зрения буддистской логики, ну, вот пример простой, что вот мы видим на этой картинке, что вот наверху у нас есть копыта, есть хвост, да, и вот есть некоторый нейрон, который нейроны, условно говоря, связанные с такими фичами, как копыта, и такими фичами, как хвосты, значит, он объединит, значит, получает входящие сигналы от копыта и хвоста, и если, предположим, что ядерная функция этого нейрона занимается простым суммированием, и если предположить, что выход из этого нейрона равен единице только в том случае, если сумма всех входов является единице, то если у нас от копыта 0,5 и от хвоста 0,5, это означает, что данный нейрон будет на выходе иметь единицу только если у нас есть и копыта, и хвост, а это означает, что этот нейрон, это вообще говоря является некоторым логическим и. А если мы посмотрим, к примеру, на другой нейрон, который получает вход от нейрона, который отвечает за коричневый цвет лошади в данном случае, и нейрона, который отвечает за белый и черный цвет, то получается, что вот этот нейрон, он будет получать, на выходе иметь единичку, в том случае, если цвет лошади будет либо коричневый, потому что 1,0 приходит, либо черный и белый, потому что в этом случае тоже 1,0 придет. И вот этот вот нейрон будет работать на основе логического или логической дизъюнции. А вот следующий нейрон на следующем слое будет опять-таки работать по принципу логической конъюнции, потому что у него слева 0,5 приходит и справа 0,5 приходит. Соответственно, для того, чтобы у нас на выходе получилась лошадь, у нас с одной стороны должны быть с точки зрения как бы конечностей все на месте, то есть у нас и копыта, и хвосты должны быть, а с другой стороны цвет должен быть правильный. А правильный цвет говорит о том, что либо коричневая лошадь должна быть, либо желто-черная. Ну, на самом деле, она может быть желтая, фу-фу, бело-черная, либо бело-черная, либо коричневая. Вот, на самом деле, она может быть белая, она может быть черная, вот, но она не может быть красная. Вот, если красная, то это уже не лошадь. Вот, это уже что-то другое. Ну, или это игрушечная лошадь, но мы это не обсуждаем. И на самом деле мы можем таким образом представить себе совокупность тех нейронов, которые принимают решения по распознаванию некоторого животного на изображении, как некоторое послойное дерево, описываемое конъюнктивной нормальной формой или дизюнктивной нормальной формой с точки зрения логики. То есть конъюнкция-дизюнкция логических или дизюнкция-конъюнкция. Ну и, соответственно, там может быть много разных слоев этой конъюнкции-дизюнкции. И если мы это можем сделать, то мы можем каким-то образом, допустим, сказав, что нас интересуют только связи с значением коэффициентов выше, к примеру, 0,2, а все остальное мы отсекаем как шум, мы можем на самом деле извлечь некоторое логическое дерево. И это логическое дерево уже дальше некоторым образом интерпретировать. А если мы извлекли это логическое дерево и смогли его проинтерпретировать, то мы его можем и подредактировать вручную. Если мы вдруг выяснили, что случайно фичей лошади оказалось наличие зеленой травы в окружении. То есть если у нас здесь появилась какая-то ветвь этого графа с левой стороны, которая говорит, что зеленая трава является признаком лошади, мы можем на графе просто вот эти вершины этой связи удалить, потому что мы понимаем, что трава может быть и у коров, и у кого угодно. После чего мы можем отредактированный граф загрузить обратно в новую нейронную сеть или в ту же самую нейронную сеть, предварительно почистив ее. Таким образом, извлекая знания из нейронной сети, мы решаем задачу explain, то есть мы строим объяснимый или интерпретируемый искусственный интеллект, а загружая данные из символного представления в нейронную сеть, мы решаем задачу transfer learning или передачи знаний. Вот подобный пример того, как мы можем строить natural language processing, но решать задачу, допустим, определения части речи или разбора предложений на основе тех же самых принципов. То есть у нас может быть либо нейросетевое представление грамматических и семантических моделей, либо может быть символное представление этих моделей, и можем осуществлять те же самые операции explain и transfer. Но я про это буду рассказывать более подробно на мастер-классе. Ну и каждый такой уровень, он может на самом деле представлять определенный сегмент или определенную сферу когнитивной активности, которая в архитектуре человеческого разума, человеческого мозга и сознания реализуется различными сегментами коры. То есть у человека есть зоны визуального восприятия, в Корее зоны аудиального восприятия, тактильного восприятия, обонятельного восприятия. Они дальше есть зоны, это вот как бы низкоуровневые зоны внизу данного слайда, дальше у нас есть уровни, связанные с концептуальным мышлением, есть зоны, связанные с лингвистическими операциями, есть зоны, связанные с социальными взаимодействиями. Ну и наконец, на самом верху у нас есть совсем абстрактные понятия, которые позволяют осуществлять абстрактное мышление. Ну и что важно, это то, что любая вот этих вот зон, либо мы воспринимаем какие-то символы, либо мы воспринимаем какие-то буквы, либо мы воспринимаем какие-то звуки, либо мы воспринимаем какие-то слова. А любая деятельность вот любой вот этих вот зон или любого из этих вот агентов разума с точки зрения Марвина Минского или любой из этих подсистем с точки зрения когнитивной архитектуры, оно действует в каком-то контексте. То есть вот здесь вот показано, как снизу вверх мы собираем информацию и строим понятие более высокого уровня из понятия более низкого уровня. Но понятия более низкого уровня определяются исходя из того, что мы ожидаем получить на этом низком уровне. Вот простой пример. Вот здесь вот допустим мы видим два летающих объекта. Но если мы очень сильно захотим, мы увидим здесь две птички. А если мы очень захотим, а если мы, так сказать, очень захотим увидеть здесь два самолета, мы увидим здесь два самолета. Вот. Если мы не будем напрягаться, то, может быть, мы увидим, значит, здесь одну птичку и один самолет. Но, опять-таки, это зависит от того, что мы ожидаем. А что мы ожидаем, оно управляется тем, какие у нас ожидания, какие у нас цели, какие у нас контексты существуют на самом верхнем уровне иерархии. Точно так же с буквами. То есть вот здесь вот у нас есть две разные буквы. Значит, одна это буква А русского алфавита, а другая это буква Э английского алфавита. Соответственно, видим ли мы здесь две буквы английского алфавита, две буквы русского алфавита или две разные буквы, зависят от того, в каком мы находимся контексте на более высоком уровне. То есть если мы видим слово АКТ по-русски, то, наверное, мы здесь будем видеть две буквы А. А если мы видим слово АКТ в английском алфавите, то мы, наверное, будем ожидать здесь английские буквы Э. Ну и так совсем. Опять-таки, дальше, если мы работаем со словом, решили, что мы все-таки читаем английский текст, то увидим, воспримем ли мы слово АКТ как некоторое существительное, описывающее некоторый документ, либо как глагол, описывающий некоторые действия, зависит от более широкого контекста нашего взаимодействия с окружающей средой или с текстом в целом. Ну, что, собственно, вот и показано на следующем слайде, где представлена некоторая гипотетическая когнитивная архитектура, вот где на каждом, вот где каждый кирпичик этой когнитивной архитектуры отвечает за определенный уровень восприятия, да, ну вот если посмотрим, к примеру, центральный блок сверху, то на одном уровне мы распознаем определенные штрихи, потом мы распознаем определенные, из этих штрихов мы собираем определенные буквы, потом мы из определенных букв собираем определенные слова, ну и, наконец, из слов мы собираем предложения. В принципе, каждый из этих кирпичиков может быть описан либо какой-то глубокой нейросетью, либо какой-то символной системой, либо какой-то гибридной системой, а объединение этих кирпичиков в единую такую конструкцию позволяет решать комплексные задачи. Как распознавая тексты от исходных изображений на бумаге, так и осуществляя написание этих текстов, исходя из тех предложений, которые мы хотим на этот текст выплеснуть. Ну и при этом у нас, с одной стороны, распознавание на входе, оно управляется теми ожиданиями, которые мы хотим получить в сердце нашей когнитивной программы, то есть хотим ли мы читать на русском или на английском, или хотим ли мы видеть слова, или хотим ли мы видеть изображения. Ну и соответственно, когда мы что-то делаем, у нас есть обратное восприятие, то есть когда мы сокращаем какие-то мышцы, у нас обязательно идет контроль в обратную сторону, у нас идет контроль за тем, действительно ли мы эти мышцы сокращаем или наоборот расслабляем, не слишком ли мы сильно это делаем, чтобы наша моторная или активная деятельность выполнялась в тех рамках и по тем программам, которые мы ожидали. Ну вот если мы возьмем из этой всей когнитивной архитектуры, вырежем один столбик, допустим, связанный с чтением символов и написанием этих символов, с переводом этих символов с одного языка на другой, то это можно представить себе таким образом. То есть мы считываем символы, символы собираются в отдельные буквы или иероглифы, потом это все разделяется на слова, слова собираются в предложения, на верхнем уровне иерархии у нас появляются некоторые смыслы, ну а потом мы эти смыслы можем уже на другом языке снова превратить в предложения, слова и уже отдельно взятые буквы. Ну и что интересно, у нас на каждом уровне этой вот истории у нас осуществляется преобразование сложности, у нас происходит перекодировка информации из одного представления в другое. Допустим, на входе у нас, при распознавании символов, на входе у нас всегда имеется 256 пикселов, которые, матрица 16 на 16, допустим, ну вот это вот то количество битов, с которыми мы имеем дело на входе. Вот, но на выходе этого преобразования у нас появляется возможность вот в этих 265 пикселах увидеть 23 тысячи символов, если мы имеем дело с китайским языком или там нам, или 28 символов, или сколько их там, если мы имеем дело, я не помню, сколько, или если мы имеем дело, в общем, несколько десятков символов, если мы имеем дело с английским, русским или каким-то из европейских языков. Дальше у нас, так сказать, возникает, так сказать, из этих слов мы можем собирать, так сказать, бесконечное число, огромное число слов, и, так сказать, из этих слов мы можем генерировать огромное число предложений. Вот, и таким образом, так сказать, у нас, по сути, каждый кирпичик отвечает за перекодировку представлений из одного в другое, преобразуя сложность из, так сказать, одного пространства в другое, осуществляя сжатие информации при ее воспринятии и, так сказать, порождение сложности по мере генерации тех действий, которые мы направляем в окружающую реальность. При этом у нас, значит, вот это вот активное, как восприятие, так и воздействие на окружающий мир, оно может быть мультимодальным. То есть, если, к примеру, мы воспринимаем кошку, мы одновременно воспринимаем кошку, как цветовые пикселы, преобразовывающиеся в какие-то фичи, значит, описывающие эти кошку, так и, если мы при этом читаем табличку или там подпись на картинке, что это кошка, то мы символы, точнее, штрихи отдельные точки собираем в буквы. Но после того, как мы собрали некоторые фичи этой кошки в виде объекта и мы собрали буквы, слова, у нас уже начинает возникать взаимная привязка, значит, то, что называется по-английски символ граундинг, по-русски это называется привязка. То есть, у нас образ, визуальный образ кошки начинает поддерживать, ассоциироваться с прочитанным словом кошка. А если в этот момент мы еще и слышим звук, допустим, мамы или там, значит, учителя, который говорит, что это кошка, да, и мы из звуков кат воспринимаем слово кат, а из звука мю мы еще и понимаем, что эта кошка мяукает. И когда у нас все это, так сказать, постепенно перекрещиваясь друг с другом, и эти перекрещивания, это, собственно, то, что можно увидеть в путях соединения различных участков коры друг с другом, когда вот это все в конечном итоге у нас пересекается на самом высоком уровне абстракции, мы в результате того, что мы видим кошку, читаем надпись кошка, значит, слышим слово кошка, слышим мяуканье кошка, еще вдобавок мы чувствуем запах кошки, мы еще гладим ее по спине и чувствуем, что она мягкая, у нас вот возникает некоторое интегрированное ощущение, что эта кошка ходит и мяукает, вот, и у нас возникает цельный образ. Значит, теперь, так сказать, остаток времени, давайте быстренько пройдемся по тому, что на сегодняшний день есть, по тем направлениям, про которых я говорил. Значит, во-первых, собственно, задача объяснимого или интерпретируемого искусственного интеллекта, она вот может быть условно разбита на две. Значит, то, что наиболее развито сейчас, это различные практические попытки решить, так сказать, юридический аспект проблемы объяснимости. Под юридическим аспектом объяснимого искусственного интеллекта означает, я подразумеваю то, что у вас там стоит какая-то система там на основе глубокой нейронной сети там или какого-то другого метода, и она решает какие-то задачи, допустим, что нужно там резать за человека или не резать, или там надо ему выдавать кредит, или не надо выдавать кредит. Но к вам в какой-то момент может прийти, значит, этот человек и сказать, а почему вот вы решили, что мне не надо выдавать кредит, или почему вы меня решили резать. Вот, и в этой ситуации ему нужно хоть что-то объяснить, даже если у вас вот реально, так сказать, эта система, архитектура ваша, она не предполагает это. Ну и тут все средства хороши, так сказать, есть технологии LIME, есть технология SHAP, есть технология, когда мы просто вообще держим две системы, одна там какая-нибудь rule-based system или система основанная на case-based reasoning, это вот технология 20-30-летней давности, вот, которая у нас работает параллельно с нейросетью, вот, и используется, и обычно дает менее качественные предсказания, но если вдруг нужно кому-то что-то объяснить, мы вот принятие решений, выданных нейронной сетью, мы даем с помощью вот такой вот дублирующей системы. Вот, есть интересный подход, который я здесь обозначил, когда мы, получив некоторую нейросетевую модель, можем извлекать из нее информацию, ну вот, например, преобразовывая, вот, весовые коэффициенты, так сказать, веса связи в нейронной сети, так сказать, в дизюнктивные, конъюнктивные нормальные формы через softmax и argmax функции нейронной сети, вот, при этом, значит, если у нас появляется возможность извлечения информации нейронной, из нейронной сети, у нас, в принципе, возникает возможность дополнительного реализации инкрементального обучения на протяжении всей жизни, значит, на позапрошлой конференции по общему искусственному интеллекту был интересный доклад, где коллеги решали задачу Life Learning Learning следующим образом, то есть у них была нейросеть, они, значит, ее обучали на постепенно обновляющихся данных, но периодически, там, раз в день, раз в неделю или раз в месяц, не суть, они делали следующую процедуру. Они извлекали, как бы, структурированное знание из этой сети, так сказать, обрезая эти малозначащие связи по, значит, какому-то порогу, потом они брали пустую нейросеть, и в эту пустую нейросеть они обратно загружали вот эту вот извлеченную информацию, которую теоретически по ходу дела можно было еще подправить, подредактировать, и таким образом, значит, возникало новое состояние очищенного знания, которое дальше уже по ходу можно было дообучать. Но и в том, и в другом случае у нас либо параллельно работают две системы, одна нейросетевая, другая какая-то другая, символьная, либо мы, так сказать, перекачиваем знания из одной системы в другую. Значит, другим направлением является изначально представление информации в модели в некотором интерпретируемом представлении. То есть, во-первых, это архитектуры, нейросетевые архитектуры многослойные, где у нас ядерные функции нейронов и интерпретация связей описывается байесовской логикой. То есть мы, по сути, делаем многослойный логический вывод на основе байесовской вероятностной логики. Дальше у нас есть методы Deep Random Forest или Deep Decision Trees, когда, соответственно, связи в алгоритмах типа Random Forest и алгоритмах типа деревьев решений описываются некоторыми вероятностными функциями. И, соответственно, тоже мы можем интегрировать их с нейронными сетями. Наконец, есть подходы, основанные на замене нейронных сетей на вероятностную или нечеткую логику. Вот примерно так, как это описано здесь, то есть все знание, которое мы можем в неразмеченном графе с правой стороны, если мы все это знание можем каким-то образом изначально или, так сказать, выкачив из нейронной сети, представить в виде размеченного семантического графа с интерпретируемым смыслом всех вершин этого графа с левой стороны, то, в принципе, мы можем дальше работать уже только вот с таким вот интерпретируемым графом. И есть система OpenCock, есть система NARS, есть система Discovery. Значит, OpenCock – это система, которая разработка, которую руководит Бен Герцель. Один из авторов определения на первом слайде NARS – это система разработки Пи-Ванга. Тоже, значит, его имя есть на первом слайде Discovery. Это разработка Евгения Евгеньевича Витяева из Института математики Сибирского отделения Российской Академии Наук, с которым мы плотно взаимодействуем. Вот любую из этих систем, в принципе, можно брать и использовать именно для построения интеллектуальных систем, где знания изначально и в течение всего жизненного цикла находятся в интерпретируемом представлении. Ну и дополнительно еще интересным направлением является старый, но сейчас получающий новое рождение, новую популярность метод анализа формальных понятий, когда мы просто строим алгоритмы, работающие в пространстве, в двумерном пространстве признаков и объектов. То есть мы, грубо говоря, строим матрицу, где по вертикали у нас разложены все возможные фичи, по вертикали у нас разложены различные экземпляры, которые описываются в этом пространстве фич. Ну и работая в этом пространстве, мы строим как иерархии признаков, строя агрегированные фичи, так и иерархии объектов, где мы строим некоторую иерархию объектов данной предметной области. Значит, с точки зрения того, какие подходы получают и могут получить дальнейшее развитие. Ну, во-первых, общим являются всевозможные виды слияния разных нейросетевых и символьных подходов. Вот обычно объединением их вот как раз вот такие вот нейросимвольные архитектуры, где у нас может быть много разных нейронных сетей или много разных символьных систем, или, так сказать, много разных нейросимвольных систем, каждая из которых решает определенную задачу. Допустим, одна сеть занимается распознаванием, а другая сеть занимается обучением первой сети, параметрам, с помощью которых нужно делать это распознавание. Значит, сложные нейросетевые архитектуры, допустим, с учетом внимания, когда распознавание или принятие решения осуществляется с учетом некоторого контекста. Например, когда мы хотим делать сентимент-анализ или выявлять положительное или отрицательное настроение в тексте, мы можем не просто говорить, что вот этот текст о чем-то хорошем, а вот этот текст – это какая-то чернуха, а мы можем еще и дополнительно выделять контекст, в котором это характеризует данный текст. Например, у нас, допустим, мы можем иметь текст, где будут хвалить президента Трампа и ругать кандидата президента Джо Байдена. Текст будет один, положительного, отрицательного там будет примерно одинаково. В итоге сентимент будет нулевой, грубо говоря, нейтральный. Но если мы будем делать определение сентимента в контексте, допустим, либо Дональда Трампа, либо в контексте Джо Байдена, у нас будут, соответственно, разные ответы. То есть мы сможем строить, к примеру, question answering system, что там хорошего или плохого говорят про того или про другого. И, соответственно, вот такая вот система, состоящая из двух частей, где одна часть определяет, занимается вниманием, фокусированием внимания на нужные фрагменты текста в соответствии с нужной темой. А другая будет в этом фокусе внимания принимать какие-то решения, распознавать сентимент или интент и делать name-tentity recognition, извлечение сущности из текста. Вот мы как раз получим более точную, более полезную, более практичную архитектуру. Значит, еще один интересный пример, когда у нас стоит задача в управлению реальными процессами реального времени, начиная от производства и кончая, допустим, распознаванием каких-то опасностей или нежелательных ситуаций в магазинах. Допустим, служба безопасности, когда должна автоматически выявлять взломщиков или грабителей. И кончая автоматическим управлением транспортными средствами. То есть нам нужно не только распознавать эти самые изображения, которые у нас появляются на экране. Нам нужно еще и изучать динамику этих изображений в процессе времени. И на самом деле наличие различных свойств у одних и тех же объектов, которые мы наблюдаем в видеопотоке в различные моменты времени, на самом деле являются дополнительной информацией. То есть, если мы в какой-то момент увидели какой-то объект и наблюдаем его эволюцию на протяжении какого-то продолжительного времени на разных фреймах видеопотока, то у нас на самом деле просто увеличивается количество фич или фичей во времени. И мы можем делать более точное предсказание как относительно того, что это за объект, так и относительно того, какие действия этот объект предпринимает и с какими другими объектами он может взаимодействовать. И здесь возникает такое интересное понятие, как трехмерные сверточные нейронные сети, которые строятся как в пространстве двух измерений XY, так и в третьем пространстве времени. И могут осуществлять предсказания и распознавания вот в этом трехмерном пространственном временном континиуме. Следующее направление это различные способы нейросимвольной интеграции, когда либо мы интерпретируем нейронную сеть с точки зрения вероятности на логике, например, Байесовской, либо интеграции нейронных сетей и семантических сетей, но лишь графов по принципу либо вертикальной, либо горизонтальной нейросимвольной интеграции, как я показывал на предыдущих слайдах. Вот, наконец, отдельным направлением, как таковым, которое было сформулировано почти 20 лет назад, но активно появилось на слуху и стало, так сказать, как это называется, buzzword, стала, значит, активно, значит, произноситься и как исследователями, так и бизнесменами. Это AGI или Artificial General Intelligence или Общий искусственный интеллект. Вот, и это направление, значит, сейчас активно развивается, причем, значит, два года назад Беном Герцелем и Singularity Нет была сформулирована, значит, такая идея, что мы можем бесконечно долго, бесконечно делать бесконечно общий искусственный интеллект, а бесконечно общий искусственный интеллект, это согласно определению, с которого мы начинали, он решает бесконечно сложные цели, умеет достигать бесконечно сложные цели в бесконечно сложных средах, причем эти среды могут быть бесконечно разные, И ресурсы у нас будут бесконечно ограничены, и задача минимизации рисков у нас будет вообще бесконечно сложная. И очевидно, что такую систему бесконечно общего искусственного интеллекта никто никогда не решит. И поэтому двигаться, даже двигаться к искусственному интеллекту человеческого уровня имеет смысл через какие-то рубежи, через то, что Бен Герцель называет как узкий общий искусственный интеллект. То есть мы говорим о том, что система должна быть достаточно общей, например, она должна иметь возможность обучаться разговаривать на разных языках. Какому бы языку ее ни научили, она должна иметь возможность научиться на нем разговаривать. И это будет вот система с одной стороны общего искусственного интеллекта, потому что мы не хардкодим там определенную грамматику, система сама выучивает грамматику. Но тем не менее, все-таки сфера задач достаточно узкая. Это вот только интеллект, связанный с именно лингвистическими способностями. Или мы делаем некоторую универсальную систему типа автопилот, которая в состоянии научиться управлять любым самолетом, как гражданским, так и боевым. Но эта система все равно будет заточена только под управление самолетами и не в состоянии будет управлять автомобилем. Следующее направление – это так называемое вероятностное программирование. Вероятностное программирование, которое позволяет строить программы, где работающие с вероятностями. То есть это направление сейчас находится примерно в таком состоянии, в котором 20 лет назад были нейронные сети. Ну и есть гипотеза, что если мы еще чуть-чуть подтянемся с вычислительными ресурсами, то у нас в течение нескольких лет будет революция. Ну именно по такому принципу, по которому произошла революция в нейросетевых методах, когда у нас стало много данных и много вычислительных мощностей. Следующая группа подходов – это различные агентные модели, когда мы строим свои когнитивные архитектуры, отталкиваясь от некоторой парадигмы того, что вот у нас есть некоторый искусственный агент. Этот агент живет в некоторой среде, на ход ему поступают некоторые стимулы, и он на них некоторым образом реагирует. Тут есть несколько подходов. Во-первых, направление, которое развивается Маркусом Хаттером и Артуром Францем – это АИКСИ или некоторые универсальные компрессоры-предикторы, то есть некоторая универсальная система, которая в состоянии воспринимать на ход любые символные последовательности, и с одной стороны предсказывать то, что происходит в этих последовательностях, а с другой стороны сжимать эту информацию так, чтобы эти модели потребляли минимальное количество ресурсов. Дальше – это развитие теории функциональных систем Павла Анохина, которая в рамках прикладной системы Discovery развивается Евгением Витяевым, моим коллегой в Институте математики Сибирского отделения Российской Академии Наук. Обучение с подкреплением, основанное на понятии Fluence, когда мы все пространство возможных состояний системы описываем, как множество некоторых state variables или переменных, описывающих состояние. Ну вот, допустим, если мы имеем некоторую игру в Atari Breakout или в Tarcanoid, если кто-то такую игру помнит, то положение мяча, по-моему, даже у меня есть этот слайд, то есть вот если мы положение мяча на экране опишем, вообще состояние игры опишем, как некоторые четыре переменные, координаты мяча по горизонтали, координаты мяча по горизонтали, координаты ракетки по горизонтали, состояние нашего расстройства, если мы упустили мяч и состояние нашего счастья, если мы этот мяч поймали, вот через эти пять переменных можно, и все множество значений этих переменных, Можно описать пространство всех возможных состояний этой игры. И в этом пространстве состояний мы можем построить механизм обучения, который будет достигать тех состояний, которые нам более приятны. А более приятное состояние – это когда мы счастливы и не являемся несчастливыми. Ну, наконец, есть направление, которое называется экосистемным подходом. Заключается в том, что мы не знаем, что из перечисленного выше является правильным. Поэтому давайте копать во все стороны, финансировать все возможные проекты, поскольку у нас есть ресурсы. И, соответственно, в какой-то момент либо что-то выстрелит, либо комбинация всего этого вместе взятого даст какой-то синергетический эффект. Ну и это направление, оно поддерживается идеями о том, что вообще мозг, он сам такой, что разные сегменты мозга имеют совершенно разные именно архитектуры с точки зрения того, как нейроны соединяются друг с другом и какие эти самые нейромедиаторы воздействуют в различных нейронных ансамблях. И что, может быть, и в голове у нас тоже все проходит не по одному принципу, а по разным принципам и унифицированного некоторого подхода для решения всех задач быть не может. Значит, при этом есть гипотезы о том, что мы можем построить пресловутый общий искусственный интеллект, избегая, не прибегая к пресловутому симульному подходу. Вот, что если мы выстроим правильную иерархию из глубоких нейронных сетей, значит, часть из которых будет заниматься обучением с подкреплением, часть из которых будет заниматься с передачей знаний, а часть из которых будет заниматься металёнингом или обучением тому, как надо учиться. Если мы будем взаимодействовать с окружающим миром через, например, две сети, где одна сеть является сетью, хранящую модель этого окружающего мира, а другая сеть будет отвечать за адаптацию процесса обучения этой модели в зависимости от контекста того мира, который к нам поступает на вход, может быть мы сможем решить задачу общего и лисидного искусственного интеллекта, не прибегая к графам знаний и к системам вероятностного программирования и вероятности на логике. Значит, наконец, вопросов даже на уровне того, как устроен человеческий мозг, достаточно много. Я уже говорил, я показывал слайд со своими контактами, показывал группы, которые я веду, если кому-то эта тема будет интересна, есть дополнительные презентации и доклады на эту тему. Например, если мы возьмем даже архитектуру нейронов в коре головного мозга, мы обнаружим, что на самом деле архитектура нейронов в коре и того, как нейроны соединяются друг с другом через зендриты и синапсы, она на самом деле очень отдаленно напоминает архитектуру современных нейросетей, где нейроны, как кружочки, соединяются с другими нейронами посредством стрелочками. То есть все гораздо сложнее, потому что соединение идет не через прямые стрелочки, а передача информации от одного нейрона к другим, от одних нейронов к другим, идет через пересекающиеся поля разветвленных деревьев, синапсов и дендритов. Где эти синапсы дендриты воздействуют не только на непосредственно тела других нейронов, но и где дендриты и синаптические окончания дендритов воздействуют не только на аксонов, а где синаптические окончания аксонов воздействуют не только на дендриты других целевых нейронов, но и на синаптические окончания других аксонов. Таким образом создаются сложные сети, которые не описываются линейной структурой глубоких нейронных сетей. Кроме того, ряд исследователей, начиная с Джеффа Хокинса, который вообще изобрел понятие Hierarchical Temporal Memories, которая явилась основанием для построения многослойных нейронных сетей, сейчас предметом исследования Джеффа Хокинса является так называемая теория о тысячах мозгов, где он показывает, как принятие решений и распознавание происходит не просто на уровне нейронов и соединения между ними, а на уровне взаимодействия таких популяций нейронов, где каждая популяция нейрона представлена одной критикальной колонкой, и каждая критикальная колонка в коре головного мозга, состоящая из тысяч нейронов, она ответственна за формирование определенных высокоуровневых понятий, и уже дальше эти критикальные колонки взаимодействуют друг с другом на уровне этих более высокого уровня понятий для принятия решений еще более высокого уровня значит наконец наконец у нас осталось чуть-чуть для того чтобы поговорить о том значит что такое сознание и нужно ли оно искусственным интеллекту значит я здесь привожу понятие сознания как ну и этого как бы собственно даже не мое определение это определение которое с одной стороны следует из работы евгения евгеньевича витяева автора системы discovery на который про которую сегодня говорила с другой стороны вот это вот понятие сознания оно происходит из работ владимира лифебра одного из вообще основателей сначала российской а потом и американской школы искусственным интеллектом поскольку он начинал свои работы в россии а потом иммигрировал сша вот в этой точке зрения сознание определяет возможность как строить модели реальности на основе своего опыта так и предсказывать развитие от тех или иных сценариев в этой реальности в зависимости от предыдущих событий суть а также возможно с учетом тех действий которые агент или субъект ну вот этого взаимодействия с окружающей средой подпринимает причем значит именно ключевым понятием осознанного нового поведения или обладания сознанием является то что агент состоянии принимать решение что называется осознанно да то есть если мы возьмем вот такой мысленный эксперимент возьмем вот такого вот сферического коня в вакууме который находится там на поверхности какого-то космического тела и какая-то внешняя сила придает ему что ускорение с вертикальным вектором этот агент начинает путешествовать по параболической траектории то допустим если у него есть некоторое некоторый жизненный опыт который говорит о том что развить движение по параболической траектории рано или поздно приведет к падению на землю и к испытыванию чувств боли если у этого агента есть другой положительный жизненный опыт который говорит о том что если у него есть антигравитационный двигатель или реактивная тяга которую может привести в действие и включив эту тягу в нужный момент что он улетит в космос и станет единорогом или как минимум просто с амортизирует свое приземление на поверхность если он значит на основе прошлого предсказал будущее может принять осознанное решение включаем тему или не включать эту тягу вот можно сказать что данный абстрактный объект обладает каким-то вот элементарным сознанием но и важным значит элементом вот такой вот осознанной или в терминах вот того что я говорил на протяжении доклада символьной деятельности приводя в пример допустим обучение движения автомобиля является управление собственным поведением или поведением себя как части некоторого сообщества в терминах каких-то внутри внутренних команд или которые мы отдаем сами себе неявно или которое мы отдаем окружающую среду если мы взаимодействуем в каком-то коллективе вот например на данном слайде показана последовательность действий спортсмена которые взаимодействуют в среде в принципе не как бы не заложенный эволюционно в возможности человеческого организма да то есть люди они замка из гарантии эволюционно приспособлены к тому чтобы собирать там грибы и ягоды охотиться на животных там строить дома вот но никогда никакому человеку как нормальной среде существования за все протяжение эволюции не приходилось там кататься на досках под управлением значит не кайта который болтается где-то далеко в небе на длинных веревках вот человек состоянии этому обучиться но вот какие-то сложные действия например сложные трюки надо вроде там прыжков с разворотами дать как либо на на воде сказать с кайтом либо значит то что сноубордисты делают на пайпах обучиться такой последовательности действий невозможно просто наблюдая спорт другого спортсмена который это делает обучиться этому можно либо создав некоторую поведенческую программу исходя из базовых знаний об этой среде да допустим зная физику движения доски по воде зная физику движения кайта в воздухе и знает физику связанную с поведением человеческого тела в ответ на соответствующие нагрузки мы можем составить некоторую когнитивную программу которая говорит что перед прыжком нужно так сказать и толкнуться двумя ногами и потянуть за нужную за нужной рукой вот а потом нужно толкнуться значит правильной ногой и потянуть двумя руками а потом нужно тянуть другой рукой и посмотреть в нужную А потом нужно сжать обе ноги, согнуть обе ноги для аккуратного приземления. Только составив такую программу и научившись ее исполнять шаг за шагом, либо узнав эту программу у инструктора, мы можем освоить вот такой сложный элемент. Но после того, как мы такой сложный элемент освоили, у нас весь этот элемент становится единым символом, весь этот элемент получает возможность быть исполненным как единое действие, как единая инструкция. И на следующем уровне развития мы уже можем делать то, что делают сноубордисты на соревнованиях, когда они прыгают на трубе и делают много разных переворотов в воздухе, а комментаторы очень быстро повторяют название тех флиппов или тех тернов, которые этот человек совершил. Ну и что здесь важно, что с точки зрения искусственного символьного представления вот этих вот команд, мы все действия, которые вот в верхней строчке здесь написаны на уровне человеческого языка, мы можем эти действия запрограммировать в терминах какой-то антологии или в терминах каких-то флюентов или в терминах каких-то переменных, которые соответствуют либо тем чувствам, которые мы воспринимаем из окружающей действительности, либо тем действиям, которые мы направляем в окружающую действительность. И в этом смысле простейшим элементарным когнитивным агентом можно по себе представить некоторого вот такого универсального агента, который имеет вот некоторую базовую архитектуру и базовые возможности. Значит, во-первых, этот агент должен иметь возможность хранить историю того, что он получает из окружающей среды. Во-вторых, он должен хранить историю тех действий, которые он направляет в окружающую среду. В-третьих, он должен иметь возможность хранить модели того, как те или иные наблюдения сменяются другими наблюдениями и как те или иные действия приводят к изменениям наблюдения окружающей среды. И, наконец, должны быть некоторые базовые ценности, допустим, оставить потомство, избегать боли, стремиться к удовлетворению чувства голода. Ну и на основе вот тех вот базовых данных, которые пополняются либо восприятиями, поступающими из окружающей среды, либо теми действиями, которые мы направляем в окружающую среду. На основе вот этой вот всей информации, значит, основными тремя функциями у нас является, во-первых, предсказание того, что произойдет в следующий момент на основе того, что мы наблюдаем и на основе тех моделей, которые у нас есть. Дальше, это принятие решений, исходя из тех целей, которых мы хотим достигнуть, тех предсказаний, которые у нас есть, тех наблюдений, на основе тех наблюдений, которые мы делаем и на основе принятия этих решений, направления этих решений на исполнение. Ну и, наконец, если нам важно энергосбережение или ресурсосбережение, у нас должен быть еще компрессор, который обеспечивает, что наши модели являются компактными, что мы не пытаемся запомнить каждую шерстинку на каждой кошке, которую мы видели в своей жизни, а мы запоминаем некоторый собирательный образ кошки и таким образом экономим свою память и энергопотребление ресурсов корой своего головного мозга, чтобы нам не есть слишком много глюкозы, ограничиваться скромным количеством еды. Ну и вот на основе вот такой простой архитектуры мы, например, можем запрограммировать решение задачи игры в Atari Breakdown или Arkanoid вот с помощью вот некого простого кода, который приводится на данном экране. То есть с правой стороны мы видим, что при помещении модели такого агента на игровое поле различные размерности, но тут размерности очень смешные, это пример просто для иллюстрации был сделан, там поле 2 на 6 клеток или поле 6 на 8 клеток. Вот, значит, вначале агент делает судорожное движение и случайным образом, значит, дергает ракетку, значит, и получает в основном красные импульсы. Красный импульс – это означает, что ему больно, что мяч упал на пол, но по мере того, что он получает положительную обратную связь, становящуюся с ним каждый раз, когда момент, когда ракетка оказывается под мячом, в момент удара мяча, значит, когда мяч должен был упасть на пол, но мы его подхватили ракеткой, значит, в этот момент случается счастье, вот, и постепенно агент формирует свою некоторую модель поведения среды и своего поведения относительно ее, и после определенного количества итераций он уже никогда не упускает мяч и находится беспрерывно в состоянии полного счастья. Собственно, это все, что я вам хотел рассказать. Спасибо за внимание, значит, мой проект доступен по этому сайту, если вас интересует эта тематика, то больше, более подробную информацию и участие в обсуждениях можно получить по адресу указанной группы в Фейсбуке, ну и здесь мои контакты. Спасибо.